В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Православные христиане отметили светлый праздник Рождества Христова. Настоящее чудо, которое, честно сказать, до сих пор человечество еще и не осознало. На трассе «Казачий дозор» прошел первый этап чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание. Гонки на выживание сезон 2024 года! Мюзикл «Мромео» плюс «Джульетта» воспитанники и педагоги клуба «Звездный вальс» подвели итоги танцевального года. Один из самых главных православных праздников – Рождество Христово, отметили 7 января. Перед Рождеством принято соблюдать пост, а в сам праздник – ходить в храм. Все подробности в сюжете Юлии Стаферовой. В Русской Православной Церкви Рождество – один из самых значимых праздников, наряду с Пасхой. Для верующих этот день светлый и радостный. В ночь с 6 на 7 января во всех храмах проводят божественную литургию. При мудрости услышим святого Евангелия, мир всем! Рождество Христово – это удивительное событие, настоящее чудо, которое, честно сказать, до сих пор человечество еще и не осознало. И вот это чудо, оно изменило жизнь этого самого человечества коренным образом. В этот день Иисус Христос появился на свет в мире людей. Это случилось в Иудейском Вифлееме. Божья Мать, Пресвятая Дева Мария, родила младенца в пещере. Этому событию предшествовало пророчество, согласно которому в мир придет Спаситель. Оно было описано в Ветхом Завете почти за 6 веков. Благовестие Христово или по-другому Евангелие будет проповедано по всей Вселенной. Вот сейчас действительно нет ни одного уголка на земле, где бы так или иначе не было рассказано людям о Христе. Прихожане поздравляют друг друга с этим светлым праздником, желают здоровья и благополучия. Для верующих рождественские обычаи наполнены особым смыслом. Этот пост тоже соблюдала. Сегодня было утром на Сочельнике, вечером на Вечерней. Служба была очень красивая, пение хорошее и вообще душевный такой праздник. Радость, очень светлое настроение, чувство, что сегодня все соберемся всей большой нашей приходской жизнью, отпразднуем этот праздник, будет большая, красивая, торжественная служба. Это очень здоровое и красивое торжество. У православных христиан принято встречать Рождество в кругу родных, в храме или дома. А также можно дарить подарки близким. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Новогодние праздники подошли к концу. Это значит, что нужно снова вливаться в рабочий процесс и менять рацион салатов и газированных напитков на привычную пищу. Как сохранить здоровье после праздников и с комфортом вернуться в рабочие будни, узнала Инга Инчук. В новогодние праздники многие сталкиваются с погрешностями в питании, а также с нарушением режима сна и отдыха. Чтобы вернуться к привычной жизни без ущерба для здоровья и настроиться на рабочий ритм, терапевт в Видновской клинической больнице Лариса Соловьева дала несколько советов. Рекомендуется в 11 часов уже приступать ко сну и, соответственно, ранний подъем в 6 часов утра, когда уже начинается запускаться кортизол, когда уже начинаются запускаться все механизмы регуляции со стороны гормональной системы. Как восстановить водный баланс в организме после праздников? Пить нужно до 30 миллилитров жидкости на килограмм веса. При этом это рекомендуется не какие-то супы, чаи, это должна быть простая, чистая питьевая вода. Что желательно употреблять в пищу в зимнее время года? Рекомендации по питанию. Есть именно продукты, которые характерны для данной местности и для данного вида года. Потому что если летом мы едим ягоды, соответственно, то зимой и осенью очень рекомендуется сало, хлеб с маслом, сало просто соленое, квашеная капуста, просто квашеная капуста без всяких уксусов и всего. Виновчане поделились, что было на их новогоднем столе и как они приводят себя в форму после праздников. Что у вас было на новогоднем столе? Ролова, салат. Ну, как обычно, оливье, селедка под шубой, бутерброд с укрой, холодец. Крабовый салат, оливье, жареная курица с картофельным пюре, салат с языком какой-то и куча мандарин с фруктами. Оливье, конечно, главный, так скажем, главный салат на Новый год. Что еще? Мандарины, закуски, салаты. Сложно перестроить режим дня после новогодних праздников? Да нет, не сложно. Главное понять, что дальше нужно активно жить, вставать на лыжи, брать скандинавские палки, идти в парки, ходить, гулять и заниматься спортом. Будет все хорошо. С режимом у меня, да, тяжеловато. Может быть, хочется подольше поспать. Как бы, а надо, работайте. Мне нет, потому что я работала на все новогодние праздники. Вот. Так что у меня с режимом все было хорошо. Есть ли у вас какие-то тенденции, как вы меняете питание после новогодних праздников? У меня есть чудесное приложение, которое помогает похудеть. Оно очень прекрасно меня дисциплинирует и показывает мне, сколько калорий съедено, сколько еще осталось. Поэтому, если придерживаться, то все легко получается. Я веду здоровый образ жизни. 20 лет не работаю. У меня скандинавская ходьба, занятия на тренажерах. Вот в 72-м доме у меня 4 участка спортивных. Хожу на родник за водой. 5 литров воды 2-3 раза в неделю. Обжорством не занимаюсь. Только здоровой пищей. Могли бы вы дать совет людям, которые хотят изменить свой рацион после новогодних праздников? Да, просто нужно начать делать. Очень много вкусных рецептов, кстати, которые и дешевые, и еда получается довольно вкусная. И пароварка стоит недорого, и все очень вкусно получается. Элементарно убрать все алкогольные напитки, жирную пищу и дальше продолжать жить той жизнью, которой до праздников. Судя по настрою жителей города, в наступившем году они нацелены на активный образ жизни и здоровое питание. А это именно то, что поможет войти в рабочий ритм и чувствовать себя хорошо. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На трассе «Казачий дозор» прошел первый этап чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание. 25-градусный мороз не стал помехой для десятерых отважных пилотов. Среди зрителей экстремальных заездов была и наша съемочная группа. Мы рады приветствовать вас на первом этапе открытого чемпионата Ленинского городского округа по автомобильным контактным гонкам. Гонки на выживание сезон 2024 года! Гонки на выживание по сути единственный вид автомобильного спорта, где разрешен и совершенно не наказывается контакт машин. А потому каждый заезд здесь – настоящее экстремальное зрелище. Это уже стало визитной карточкой для нашего округа. Развитие у нас уже порядка пяти лет. Едут судогонщики со всей Московской области. И сегодня, в частности, наши соседи тоже приехали погонять, поучаствовать. Действительно, на первый этап открытого чемпионата по гонкам на выживание, помимо представителей Ленинского округа, приехали пилоты из Домодедова, Подольска, Чехова и Москвы. Чистый лед и пилотирование чисто головой. Я всегда зимние гонки любил, потому что это гонка пилотов, а не машин. Какую бы тебе машину ни дали, если ты ни о чем, то ты будешь в хвосте. Особенность сегодняшних заездов – то, что гонщики едут по трассе в направлении по часовой стрелке, в то время, как обычно, против. В первых заездах проявил свои амбиции на победу пилот Антон Рыжиков. Все всегда меняется, все факторы меняются. Каждая гонка, она каждая своя. Сегодня, например, едем в другую сторону, и трасса совсем неузнаваемая, что такое. Ну, приходится прикатываться. Ленинский городской округ представляли два спортсмена – Вячеслав Краснонос и Дмитрий Черкасов. К сожалению, у обоих пилотов гонка. Не задалась. Машина подвела. Буквально со второго круга уже начались какие-то проблемы. Сейчас проверяем. Это либо катушка, либо свечи. Тут два варианта. Сейчас механик как раз проверит. Я думаю, что ко второму заезду машина будет в порядке. Но, увы, этим планам не было суждено сбыться, и оба наших пилота не вошли в число призеров. По итогам соревнований первое место занял Андрей Березкин, вторым стал Александр Протопопов, и третье место досталось Сергею Щетинину. Юлия Погосян, Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс» уже несколько лет подряд провожает старый год постановкой мюзикла. В очередной раз воспитанники и педагоги подвели итоги сезона по мотивам шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». Только в данном варианте все закончилось хорошо. «Ромео плюс Джульетта» мечты сбываются. Такое сказочное название оправдывает себя. В зале Дворца спорта «Видное» во время мюзикла в воздухе как будто витало волшебство. В том, что в Новый год чудеса случаются, убедилась и исполнительница главной роли Джульетты Алиса Зуева, которая получила ее совершенно случайно. «Сначала я очень боялась, я думала, что страшно, что там перед зрителями много же людей. А потом я подумала, что я вообще хотела актрисой стать. Поэтому я подумала, что для меня какой-то опыт». Грандиозно подводить итоги года танцевальным мюзиклом у клуба «Звездный вальс» стало уже доброй традицией. «У нас были разные истории под Новый год. Снежная королева, мы немножко перефразировали, Снежный король делали. Ирония судьбы или с легким балом. У нас такая история была. Сегодня мы показываем мюзикл, который называется «Ромео плюс Джульетта. Мечты сбываются». Более 600 воспитанников «Звездного вальса» вышли в этот вечер на сцену с разными номерами, но одинаково красочными и зажигательными. Все движения юных спортсменов были отточены до мелочей. Постановка познакомила зрителей со всеми танцевальными направлениями клуба. «Волшебный необыкновенный номер. Сказочный». Мы репетировали всего лишь два раза. Там персонажей нету. Это там волшебная музыка. В мюзикле участвовали танцоры всех возрастов, даже самые юные. Самое сложное – это в конце, когда мы меняемся. Мы не успеваем меняться. Потому что музыка очень быстрая, как-то у нас очень быстро, мы не успеваем пройти и стоять на своё место. Впереди у воспитанников «Звездного вальса» насыщенный январь. Ежедневные репетиции и подготовка к соревнованиям. Одним из главных для видновских танцоров станет турнир Москвы и Московской области, который стартует уже в середине месяца. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова